Аутизмом страдает каждый сотый житель планеты, а это более 10 миллионов человек. У таких людей уникальные особенности в плане социального взаимодействия и нестандартный способ обработки информации от органов чувств. На фестивале люди как люди, педагоги, родители особенных детей. Здесь наставники объясняют, как распознается аутизм. Году не пользуется жестами, не показывает пальчиком и не машет ручкой. Полутора годам не имитирует звуки. После двух лет не произносят звуки самостоятельно, без подражания. У ребенка очень ограниченное понимание речи. Им сложно разглядеть лица и понять, о чем говорят окружающие. Из речи иногда выпадают слоги и целые слова. Везде страшно и опасно. Их мир похож на плохо нарисованную компьютерную игру, где самостоятельно дойти от дома до ближайшего магазина – невыполнимая миссия. Родители детей отмечают, что с момента, когда их дети начали заниматься в Республиканском центре дистанционного обучения, почувствовали заметные улучшения в их поведении. Мы занимаемся здесь уже почти год. Довольно, да, очень. Почему? Потому что у меня ребенок достаточно замкнутый. И за счет того, что она находится в обществе, она получает достаточно много внимания. Она в восторге. Мы просто с таким удовольствием ходим в школу. Освоить профессию и начать самостоятельную жизнь – это обыкновенное желание, а для многих людей с аутизмом – заветная мечта. Они не хотят славу и денег, а лишь простое человеческое счастье. В центре занимаются с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Они развиваются по всем направлениям, учатся ментальной арифметики, рисуют, читают, играют в шахматы и изучают языки. Соня Чиниево с рождения не видит, но прекрасно чувствует этот мир. И по годам мудрая и очень смышленная девочка обучается французскому, арабскому и другим языкам. Пробует себя везде. Я хожу почти год, в сентябре будет год. Мне тут нравится, потому что я научилась читать, писать, по-французски немножко говорить, песни знаю. Ну и в принципе, тут хорошо мне. Аутизм не болезнь – это особое состояние, которое пока до конца не изучено, но поддается коррекции. Поэтому так важно, как можно раньше подобрать свой ключ каждому такому малышу и не дать ему замкнуться в себе. Для людей с проблемами аутизма существует специальная реабилитация и лечение. В последние годы все чаще выявляют детей с аутизмом. Работая в комиссии 10 лет, я обратила внимание на то, что первый год моей работы, первый год, второй год работы ребенок с аутизмом был, так сказать так, редким пациентом нашей комиссии. Редко обращались люди, у которых выявлен спектр аутистический или аутизм. Но сегодня, уже спустя 10 лет, не проходит ни одного заседания комиссии, чтобы к нам не обратились родители, у которых есть дети с таким сложным диагнозом, как аутизм или спектр, расстройство аутистического спектра. Из-за этого понятно, насколько актуальна эта проблема на сегодня и насколько в разы увеличивается количество детей. Естественно, увеличивается потребность населения, потребность родителей в специалистах и в учреждениях такого профиля. Причины, почему рождаются дети аутисты, до сих пор неизвестны. Однако людей с такими особенностями развития в мире становится все больше. Например, в России только за несколько лет их число увеличилось вдвое. Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ организовали мероприятие, чтобы рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются дети с аутизмом. Поделиться своим опытом с родителями особых детишек, а также дать нужную информацию, нужное направление педагогам, которые непосредственно работают с особыми детками и с детьми, именно с детками, которые проживают жизнь аутизма. Учащийся центра находит свое место в жизни, несмотря на любые диагнозы. Они становятся краснодипломниками и добиваются высоких результатов в самых разных сферах. Гостей впечатлило сегодняшнее мероприятие. Знаете, что самое важное я услышала сегодня? Для меня было важно, ведь дети с аутизмом были всегда. Что делали наши детки, когда не было вот этой школы? Мне хочется сказать, что выразить огромную благодарность этим педагогам, тем, кто сегодня устроил вот это вот такое мероприятие. Конечно, в первую очередь пожелать родителям терпения, сил. Только с вашей помощью мы сегодня здесь услышали. Эти детки найдут свое место в жизни. Конечно, огромную благодарность директору этой школы. Ни один врач не скажет вам, почему, казалось бы, здорового ребенка развитие психики вдруг пошло не так. И теперь даже самые простые вещи, которые мы делаем, не задумываясь, им приходится буквально заучивать. Если бы родители раньше узнали о признаках аутизма, то помочь детям было бы легче. Сегодня во многих регионах страны педиатров учат, как определять такие признаки. Да и сами родители детей от полутора до двух с половиной лет могут уже сейчас на всероссийском сайте test.autism.help ответить на 20 вопросов и узнать, есть ли у ребенка риск развития аутизма. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магаз 24.